Всем привет дорогие друзья! Сегодня нам поступил вот такой вот пациент То есть аккумулятор довольно-таки свежий, использовался довольно-таки мало Ну судя по заявлению клиента Использовался на автомобиле, который долгое время стоял То есть порядка трех месяцев автомобиль стоял там с сигнализацией, со всеми потребителями То есть не была отключена масса, соответственно аккумулятор просто-напросто разрядился Аккумулятору чуть больше чем полгода с момента покупки Он был при продаже проверен, с ним все было в порядке Замеряем напряжение аккумулятора, а сейчас напряжение 4,17 вольта Как мы знаем, что напряжение ниже 11,8 вольт, это означает напряжение 100% разряженной батареи Сразу совет, у кого автомобили так скажем стоят На длительный период отключайте минусовую клемму, либо в некоторых случаях плюсовую Чаще это именно минусовая, в принципе разницы нету Отключается полностью цепь Ну и для полной уверенности можете отключить обе клеммы Для того, чтобы не высасывалось, потому что я слышал довольно-таки разные версии по этому поводу Ну, давайте заглянем внутрь нашей батареи То есть аккумулятор перед тем, как что-то с ним производить Я его помыл, протер Как помыть я рассказывал, вот здесь вот ссылка, зайдите, посмотрите Я работаю в таких, сегодня в полу-кустарных, так скажем, условиях То есть у меня минимальный набор оборудования Ну, в принципе, как и у многих людей, кто использует, так скажем, дома Различные зарядные устройства Ну и посмотрим, что у нас здесь На черных пробках черного налета увидеть сложно Но здесь его, как мы видим, нету Откручиваем так аккуратненько пробочки Сейчас смотрим уровень электролита Уровень электролита везде нормальный Везде электролит присутствует Далее Производим замер плотности Плотность здесь, как мы видим, ниже, чем 1.10 То есть это говорит о полностью разряженной аккумуляторной батарее И ей предстоит, соответственно, выход из этой ситуации Здесь то же самое То есть практически вода То есть вот такая батарея Если кто-то думает подкурить и поехать В принципе, летом это может у вас прокатить Но зимой вы об этом, так скажем, пожалеете То есть везде 1 выше, чем 1.10 плотность Не знаю, ниже, как там многим, если режет ухо То есть реально вода Хоть и батарея новая Соответственно, некоторые используют неправильно Добавляют электролит в такой ситуации Ездят, но это в корне неправильно У нас вся плотность, она села на пластинах В виде сульфата свинца Поэтому что нам сделать нужно? Нам нужно только заряжать эту аккумуляторную батарею Причем заряжать, ну, я думаю, что довольно долго Пробочки я закрываю Чтобы у нас ничего, так скажем, не булькало Здесь и не воняло Заряжать я буду своим привычным Орионом в импелом 57 Кстати говоря, такой аккумулятор нельзя нагружать То есть нагрузочной вилкой, когда он находится в разряженном состоянии Вот, поэтому что мы сейчас Мы сейчас выбираем режим зарядки Я выберу абсолютно классический И будем производить заряд Аккумулятор у нас 55 Ач, полностью разряженный Здесь можно использовать несколько, так скажем, режимов Для зарядки То есть некоторые используют низкий ток То есть 14,5 В, там 1-2 Ампера То есть будет очень длительный заряд Но, так скажем, более эффективный Ну, я воспользуюсь для начала классическим То есть 14,5 на 5,5 Ампера То есть 10% от емкости Вот так вот Поставим заряжаться А там уже будем, как бы, смотреть по факту Здесь самое главное, это плотность То есть батарея может зарядиться Может запускать мотор Но, тем не менее, будет низкая плотность И зимой эта батарея замерзнет То есть если уж делать обслуживание Делать его грамотно и качественно Поэтому вот с такими показаниями мы оставляем А дальше уже посмотрим ближе к концу, так скажем, зарядки Что, какие показания мы будем иметь Что было за эту ночь То есть прошла ночь Примерно там часов около 12, так скажем На ночь я решил поставить более щадящий режим Я поставил вот показания То есть отдано за все это время 49 Ампер часов Время заряда 12 часов 30 минут За это время, значит, на ночь я ставил 3 Ампера Думаю, ну пусть маленьким током позаряжается Сегодня я опять поставил максимум 5 Уже обратите внимание, что достигло напряжения 14,5 Вольт И 4,6 Ампера То есть напряжение я не увеличивал Напряжение было такое Силу тока я немножко уменьшал Вот Началось активное, так сказать, кипение Ну и посмотрим, давайте, какая сейчас на данный момент плотность Значит, идет активное у нас бурление в баночках Плотность Хорошо, что у нас выходит Как вы помните, вчера было прям меньше, чем 1,10 Сейчас где-то 1,18 Ну, ближе к 1,20 Вот, в одной баночке Ну и во второй глянем Дальше я смысла не вижу Во всех, думаю, там будет все равномерно Ну и здесь в районе того же 1,17, где-то 1,18 Ну, будем ждать Так как у нас сила тока еще, так скажем, приличная При таком напряжении Аккумулятор у нас не нагревается То есть он комнатной температуры Поэтому пусть заряжается Ждем, ну и надеюсь, что плотность выйдет в норму Прошло около суток непрерывной зарядки данной аккумуляторной батареи Которую мы заряжаем из состояния 4 вольт То есть из состояния глубокого разряда Сейчас у нас сила тока около 1,3 ампера Да, напряжение у нас 14,6 Устройство покажет, что заряд окончен Оно показывает, потому что Если на протяжении долгого времени Стоит одна и та же сила тока То, соответственно Устройство покажет, что заряд окончен Итак, 76,6 ампер часов за это время отдана Зарядка была около 24 часов Аккумулятор у нас, как вы помните, 55 ампер часов И многие говорили, что Вот 55 ампер часов Это значит, что если заряжать 5,5 амперами То это 10 часов И как бы полный заряд батареи будет Но как мы видим, на самом деле это немножко не так При этом батарея еще немножко, так скажем, не подзарядилась Но уже вышла в свое нормальное, отличное состояние Сейчас мы посмотрим, значит Как все у нас здесь выглядит Плотность, как вы помните Плотность была у нас порядка 1,9 Электролит мы сюда не добавляли Как я уже говорил Что плотность выводится только методом зарядки Сейчас мы провели зарядку Если вы видите, здесь по красную метку Здесь норма, ну где-то 1,28 То есть плотность у нас вышла в норму Без всяких корректировок электролита То есть это вообще делать, так скажем, неправильно Здесь у нас также 1,27 1,28 Проверяем дальше Здесь у нас аналогично 1,27 Здесь у нас тоже 1,27 Дальше здесь у нас тоже в этой баночке 1,27 И в последней баночке у нас тоже около 1,27 Это говорит о том, что батарея уже в принципе зарядилась Поэтому, ну еще, так скажем, подождем Посмотрим Итак, вчера аккумуляторная батарея простояла еще несколько часов на зарядке Потом я отключил Потом она простояла Просто в спокойном состоянии Ну давайте посмотрим, что с нами у вас получилось По плотности давайте глянем Что изменилось, что нет Ну плотность поднялась еще на один пункт То есть батарея у нас полноценно готова к зиме Никаких, так скажем, явных проблем нет То есть плотность у нас в норме Везде плотность ровная Давайте проверим напряжение Батарея 1307 То есть напряжение 100% заряженной батареи И сейчас проведем тест нагрузочной вилкой Грузить я буду Orion NV01 Сейчас подключимся Подключимся к минусу И измеряем 13 вольт под нагрузкой Под нагрузкой 10,5 нагрузку держит Нагрузка даже видно, что растет Вилка нагревается То есть батарея у нас 100% исправна Заряжена Готова к эксплуатации Ну сейчас необходимо Закрутить пробочки И протереть корпус от электролита Содовым раствором Ну и можно вводить аккумуляторную батарею В эксплуатацию По рекомендациям, что я могу сказать То есть те люди, которые эксплуатируют батарею на автомобиле Точнее эксплуатируют автомобиль Очень редко и он не отключен Аккумулятор от автомобиля То есть что в этих ситуациях делать То есть либо периодически подзаряжать Если вам необходимо, чтобы сигнализация Например, ваша работала Если у вас машина стоит где-то в гараже То есть и сигнализация не обязательно То в этой ситуации можно просто-напросто отключить батарею Можно аккумулятор также снять Хранить лучше в прохладном сухом месте Так саморазряд происходит медленнее И далее, что если вы храните батарею То есть поставили ее Нужно смотреть, чтобы напряжение не падало ниже 12,4 вольта Если напряжение упало ниже 12,4 вольта То батарею необходимо подзарядить То есть профилактически Сейчас мы делали такую зарядку из 4,5 вольта А там просто такая небольшая профилактическая зарядка На несколько часов И ничего, так скажем, критичного не будет Ну вот обратите внимание Напряжение я не поднимал выше 14,5 вольта То есть оно как было задано 14,5 вольта Оно и, значит, заряжало Батарея вышла без всяких доливаний электролитов То есть результат у нас налицо Была плотность 1,09, стала 1,27, 1,28 То есть вышла в норму без всяких костылей, так скажем Без всяких доработок там и прочих То есть обычная, простая зарядка Батарея полгода от роду Около трех месяцев она стояла на автомобиле И просто разрядила, так скажем, вновь Сейчас хозяин поставит ее просто отдельно где-то И она будет стоять, так скажем, ждать своего часа Ну вот такой вот видеоролик Думаю, он вам был полезен На этом, пожалуй, все Ставьте обязательно лайки Подписывайтесь на мой канал Всем спасибо за просмотр Всем пока-пока